Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем – человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной нишей, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям. Такой, с одной стороны, интересной, с другой стороны, скучной теме, как юридическая часть. Мы попробуем здесь сконцентрироваться и понять многие моменты, которые для непрофессионала покажутся, может быть, на первый взгляд, сложными. Но будем пояснять, пояснять и пояснять. Вот. Значит, по плану нашего выступления нам пришли очень интересные вопросы на почту. Вот так, если. Ну, я не знаю, коллеги, если и так уже звук на минимуме вообще. Поэтому потерпите. Или, ну, я не знаю, давайте еще раз проведем перекличку. Как лучше, хуже. А то мы просто тратим время драгоценное на то, чтобы... Все, отлично. Ура. Значит, к нам пришли вопросы интересные. Что сразу хочется отметить? Очень сильно повышается качество вопросов. Люди, видно, что все больше и больше, скажем так, я так понимаю, благодаря стараниям наших коллег из группы Андрея Хавратова, поднимают квалификацию свою как квалификацию. Инвесторов. У людей уже идут, скажем так, интересные, юридические вопросы, над которыми интересно поломать голову, как их проще всего объяснить, донести до всех наших участников. Вот. Поэтому за это я хочу отдельное спасибо сказать всем нашим коллегам, партнерам, что неустанно работают над повышением квалификации всех наших инвесторов. Значит, вопросов у нас порядка 20. По многим отвечу я, по некоторым ответит Анатолий Эдуардович. Значит, я сейчас хотел бы провести небольшой опрос по тому, как лучше нам общаться с аудиторией. Я, конечно, на момент, когда я буду объяснять тему, я выключу чат, чтобы не отвлекаться. Значит, когда вам удобнее задавать вопросы по теме? После, сразу после темы? Или вы будете помечать себе, и в конце вебинара, в конце этого мероприятия будем задавать вопросы уже, ну, то есть посвятим некоторое время ответам на вопросы? Значит, внимание, я сейчас делаю опрос, он появился у вас. Выбираете галочку, ставите либо после каждой темы, либо в конце мероприятия. И нажимаете «Ответить». Сареев Жан, скажите срок начала и конец полигона. Значит, на всех предыдущих конференциях говорилось, что ориентировочный срок начала строительства – это июнь. В мае мы начнем уже землеустроительные работы. Будем вас освещать. Скажем так, землеустроительная работа – это не особо веселая вещь. Ходят люди с талдолитами, с колышками, размечают землю, поэтому, конечно, мы вам покажем. Но ждать, что там будет какой-то сериал с захватывающим косом – это, да, извиняюсь, этого не стоит. Так. Значит, переводы на английский репортажа Юницкого. Если наши партнеры или кому интересно это сделать, мы всегда готовы. А, ну вот, наш коллега из Лондона сообщает, что будут. Значит, закладка первого камня также ожидается конец мая, начало июня. Ну, я думаю, даже конец мая. Так. Я так понимаю, что у нас победило большинством голоса-голосов освещения вопросов в конце мероприятия, ну, да будет так. По поводу возраста – все участвуют совершеннолетние, потому что это то, что связано с приобретением имущества. Так, коллеги, я закрываю тогда чат пока. И мы с вами начнем. Значит, еще раз, да, в этом вебинаре мы посвящаем всю тему, всю тему, связанную с вопросами касательно юридической части нашего проекта, нашего бизнеса, наших компаний, почему называется группа компаний. То, что прислали нам по почте, по социальным сетям, в колл-центр приходили вопросы. И, значит, прошу помечать себе по ходу вебинара то, что вас заинтересовало, где нужно подробно что-то объяснить. И в конце мы на этих вопросах ваших остановимся. Итак, первый вопрос вообще всех интересует. Почему нужна была реструктуризация компании? Почему не проще было бы сделать акционерное общество, например, в России и работать так? Значит, я себе сделал просто некие тезисы, вот поэтому я буду иногда отвлекаться на эти тезисы. Простите меня, что не смотрю постоянно в камеру. Значит, наша компания планирует именно создать ускоренный выход, ускоренное развитие на мировом рынке, да, как венчурный проект, плюс которого основной именно взрывной рост, взрывное развитие. И попытка захвата как можно большего количества рынка с своей новой прорывной технологией. Поэтому инструмент, через который мы должны действовать, должен быть нацелен не на одну какую-то страну, там, например, Британию, Россию, а максимально иметь возможность работать, оперировать во всех странах через свои дочерние компании. Поэтому мы и сделали вот эту реструктуризацию, то есть объединили активы всех четырех компаний в Британии, которые были зарегистрированы и зарегистрированы по сей момент, в одну единую компанию, которая зарегистрирована также в западной юрисдикции, в зоне действия английского права, называется это британская заморская территория, британские и грагинские острова. То есть у нас получается, что есть компания, в которой объединена вся интеллектуальная собственность, которая является владельцем всех материальных и нематериальных активов, и ее конечные акционеры, физические лица, являются, скажем, выгодоприобретателями от всего бизнеса. То есть основная тема реструктуризации, если говорить кратко, это объединение всех разрозненных активов в один актив, в одной компании. Это называется слияние, можно сказать и так. По поводу, почему не работаете через российское акционерное общество, ну, здесь можно сказать то, что у нас довольно сложно, все, что касается изменений в акционерном обществе, это достаточно долгосрочные процедуры и затратные процедуры, требующие отдельной регистрации, отдельного администрирования. То есть все, что мы делаем, направлено на снижение попутных затрат. Таким образом, мы от этих затрат уходим, работая в той юрисдикции, в которой легче просто администрировать акционерное общество. И также, конечно, это то, что мы направлены на международный рынок, мы направлены на иностранных инвесторов, а иностранные инвесторы, они, сами знаете, сейчас текущая ситуация сложная, политическая, они не готовы, ограниченно готовы участвовать в российских акционерных обществах. Так, значит, по поводу теперь структуры. Как она выглядит, я вам сейчас покажу вот этот слайд. Значит, он специально сейчас сделан, как бы, вид сверху, чтобы мы видели, что такое называется проект Skyway, что такое бизнес Skyway, да, и какие в него входят компании, чтобы инвесторы понимали, что они являются не просто акционерами холдинга, они являются инвесторами проекта. То есть, а в проект входит именно группа компаний. Значит, мы сейчас разберем это послойно. Ну, то есть представим, что это некий торт. Да, то есть основа его – это адресные проекты. То есть, те столпы, на которых держится прибыль компании. Те столпы, которые зарабатывают деньги для компании. Сейчас нашим основным адресным проектом, общим является постройка тестового участка, экотехнопарка в Республике Беларусь. Да, и конструкторское бюро, которое воплощает это все в жизнь. Значит, это основа. Владельцем всех этих проектов, единственным или соучредителем, в зависимости от того, в партнерство с кем мы будем входить для реализации того или иного проекта, является как раз компания Global Transport Investments. Она была акционером, точнее, являлась акционером в Евразин Railway Systems, в Африкан, Американ и Австралиан. То есть, она зарегистрирована в 2013 году. Сейчас я вам покажу даже ее сертификат. Справа внизу, 12.01.2013 года, когда компания была зарегистрирована и создавала дочерние компании. Значит, сейчас в этой компании объединено, как я уже говорил ранее, вся интеллектуальная собственность, все активы. Далее, поднимаемся еще на один слой выше. Это учредители этой компании. Тут мы видим три учредителя, они отмечены бледно-голубым цветом. Это наши коллеги из Railway Investment Group, это их инвесторы, которые приходят. Это Eurizen Railway Systems Holding, там, где находятся инвесторы Skyway, и компания Unisky, которая является юридическим представителем интересов основного инвестора, основного акционера, учредителя компании. Ну, это вы все знаете. Вот, значит, эти три компании, три юридических лица, являются совместно 100% владельцами Global Transport Investments. Теперь поднимаемся еще на один уровень выше, и теперь смотрим, кто является конечными выгодоприобретателями, конечными акционерами всей нашей группы компаний. Это те, кто помечены бледно-зеленым цветом. Это инвесторы, и как в Railway Investment Group, так и в EURSS Holding. Eurizen Railway Systems Holding, называется Holding для инвесторов. Значит, это компания Unisky в EURSS Holding, которая также является учредителем и Global Transport Investments, и EURSS Holding. Skyway Capital, которая является также соучредителем EURSS Holding, и которая, по сути, является оптовым покупателем акций. И в RSV Investment Group, по информации наших коллег, также они сейчас делают компанию Global Transnet UK, в которую тоже будут инвесторы, и она нацелена на, я так понимаю, британский рынок. В принципе, задумка довольно интересная, потому что надо понимать, что, например, для азиатов точка входа будет интереснее через местную компанию, например, Гонконг или Сингапур. Поэтому, как только мы будем развивать направление в Азию, то, конечно, надо будет регистрировать компанию истории и юрисдикции. То есть, в принципе, логика абсолютно... нормально и понятно. Справа, соответственно, я оставлюсь пунктиром, где указано, что таких юридических компаний, представляющих интересы больших объемов инвесторов, будет еще много. Или немного, то есть, в зависимости от того, как будет развиваться стратегия компании. То есть, придет еще фонд или компания, которая скажет, мы просто выкупаем долю, а как мы распределяем ее среди своих инвесторов, это уже как бы наш вопрос. То есть, здесь компания позволяет масштабировать процессы, управлять этим. Значит, так, ну, здесь вот следующий слайд, я просто показал схематично сбоку, как это выглядит, да, то есть, опять же, внизу адресные проекты, база Global Transport Investments, в которую входят учредители и юридические лица, выражающие интересы инвесторов. Ну, и, соответственно, наверху уже инвесторы этих компаний. Так, продолжаем дальше. По поводу организации сделки. Значит, компания Unisky, которая является представителем интересов учредителя и учредила все эти компании, передает инвесторам обыкновенные акции ERSS-холдинга на основании стандартного договора о купле-продаже, в котором содержится, значит, обязательство передать в течение одного месяца акции после оплаты, содержит базовые гарантии относительно акций, регулируется английским правом и будет двуязычным. Ну, и есть двуязычным, а на русском и на английском языке. Значит, технология будет так же, как и на существующая практика всех краудинвестинговых площадок, то есть на сайте вы оформляете заявку, прикрепляете ваши документы, которые требуются по процедуре законодательства по противодействию отмыванию денег, то есть это идентификационный документ, паспорт и документ, подтверждающий ваше местонахождение, ну, вашу прописку, ваш адрес регистрации. Документы проходят проверку, после этого вы подписываете электронной подписью договор, и мы все эти документы отправляем уже нашему реестродержателю, потому что у компании E-RSS Holding отдельная компания, которая ведет наш реестр, и реестродержатель уже вносит вас в течение, если я не ошибаюсь, до 25-го числа, каждого месяца вносится, происходит обновление реестра, вносится, если какие-то вопросы по поводу реестра, вы можете направить этой компании запрос на предоставление информации, и они за оплату, которая у них, если не ошибаюсь, 50 евро стоит подготовка сертификата, и 100 евро это курьерская служба отсылка, вот, таким образом, вы можете все документы запросить непосредственно у них. В личном кабинете вы будете иметь все электронные копии. Просто много было вопросов, почему компания ведет сама реестр, почему вы не используете услуги реестра держателя, вот, после реструктуризации мы эти все вещи выполняем. Значит, следующий вопрос, он такой полу юридический, полу философский, да, такой компании, то есть, много вопросов, на чем основана ваша инвестиционная оценка? Насколько она соответствует рынку, насколько она соответствует экономике? Значит, давайте так, наша оценка компании, точнее, даже не наша, а оценка, которая была произведена независимой экспертизой, оценивает предполагаемый будущий доход компании от той дыры рынка, которую компания может занять, используя технологию, которую предлагает. То есть, это оценка способности нашей технологической идеи забрать рынок, забрать долю рынка. Это способность компании увеличивать свой рост глобально и оценка вероятности усуществления такого сценария. Некоторые элементы этой оценки, некоторые компоненты этой оценки, они вполне осязаемы, можно посчитать рынок, можно посчитать экономику, можно посчитать долю строительства транспортного, транспортной логистики. Некоторые оценки, некоторые элементы этой оценки, они, конечно, более, то есть, нематериальны. Например, вот, кстати, да, вот сейчас расскажу очень интересная вещь. Если у вас спрашивают бизнес-план проекта, то чаще всего это просто заувалированные слова, мне неинтересно, займитесь чем-нибудь, займитесь там, этим бизнес-планом, я не буду рассматривать. Потому что у венчурного проекта, у венчурного стартапа, да, у технологии, которая является инновацией, бизнес-план может быть только после того, как у нее уже есть работающий прототип, и она уже готова его продавать, и конкретно есть там перевозка из точки А в точку Б. До этого момента бизнес-план можно посчитать так, что там будут такие цифры, что у инвесторов полезут в глаза на лоб. Но деньги-то не дадут, под большие бизнес-планы с раздутыми цифрами. Поэтому настоящий венчурный инвестор, который отлично понимает, что такое рисковое предприятие, что такое инновационная технология, они в первую очередь обращают мание не на бизнес-план. Бизнес-план можно нанять толкового менеджера, он тебе напишет эти цифры, потом пару раз повыступает, и вот вроде бы как бы все красиво, все описывает. А настоящий толковый венчурный инвестор смотрит на совершенно другое. Он смотрит на историю развития, вообще откуда появилась технология. Потому что если она появилась 4-5 лет назад, технология, которая требует десятки лет на развитие, то скорее всего это неправда, это обман. Если основатель компании никогда не занимался строительством мостов, строительством эстакад, никогда не занимался интеллектуальной собственностью, никогда не подходил близко к каким-то опытным полигонам, ну откуда у него эта практика? Это скорее всего неправда. Поэтому венчурный инвестор в первую очередь оценивает потенциал, мотивацию и опыт основателя проекта. То есть если как в случае с Анатолием Юницким, 36 лет истории прозрачной абсолютно, да сложной, да местами видно, что были как бы партнеры неблагонадежные, но история 36 лет идет, все документы можно посмотреть, начиная, если не ошибаюсь, со школы вообще, там какие-то там первые дипломы и прочее. Далее, венчурный инвестор оценивает опыт, мотивацию, потенциал всей команды. То есть например, вот в нашем случае мы как только создали здесь в прошлом году первые ростки КБ, да, то есть проектного института нашего, сразу начали выкладывать информацию об этих людей. Сейчас скоро будет запущен новый сайт, именно сайт «Зал строительной технологии», в котором вы сможете подробно ознакомиться с биографией каждого предыдущего сотрудника. Так что здесь в этом плане мы тоже показываем, что в команде у нашего основателя есть люди, которые способны этот проект воплотить. Потому что любой венчурный инвестор понимает, можно засыпать компанию миллионами долларов, но если там работают люди, которые не могут сделать то, о чем они красиво рассказывают, тогда эти деньги будут сожжены впустую. Это инвестиции в никуда. Поэтому в первую очередь происходит оценка команды. Оценка команды, оценка возможностей, что может эта команда сработать как команда и сделать продукт. Это вот то, что касается неосязаемых вариантах оценки. Значит, способность компании привлекать неординарных талантливых людей в участии в проекте. Здесь вот, скажем так, давайте признаемся честно, технология, она подкупает, подкупает своей новизной и вот этой верой в уверенности даже в том, что можно своими руками правда изменить мир к лучшему, участвовать в этом проекте. И я соглашусь, и вы сами видите даже, то есть у нас в команде, в команде у наших коллег из холдинга Андрея Хавратова, компании Андрея Хавратова, работают талантливые и замечательные люди и во многом они присоединились к нам благодаря тому, что эта технология она заставляет поверить в мечту. Поэтому технология притягивает интересных, сильных людей, притягивает, они соглашаются работать вместе. Это для венчурного инвестора тоже очень важно. Так, далее, готовность основателя и своей долей вознаграждать сотрудников акциями и компаниями. Акциями это очень важно, вот, например, там, в Штатах это целая программа награждения, потому что ты мотивируешь сотрудника не просто работать за зарплату от звонка до звонка, но ты мотивируешь участвовать всей душой, всем сердцем в работе компании, чтобы, то есть, понимая, что в конце не только там у тебя будет зарплата, которую ты за месяц получишь, но еще и какая-то доля акций, которая растет каждый месяц и которая потом тебя сделает миллионером. но я думаю, что вы там проявите примеры все эти набившие уже оскомину Google, Яндекс и прочее, да, то, что все сотрудники стали миллионерами, начиная там даже от художника, который в Фейсбуке расписывал стены, 60 тысяч долларов взял не деньгами, а акциями, а в итоге он там миллионером стал, полумиллиардером даже, если не ошибаюсь. Вот, ну и уже осязаемые компоненты оценки технологии, это спрос на транспортную технологию, здесь я приведу пример Анатолия Юницкого, когда он говорит на вопрос, ну а где существуют проблемы в транспорте в мире? Вот он говорит, вы закрываете глаза, крутите глобус, тыкаете пальцем, вот если попали не в океан, то там есть транспортные проблемы, они есть везде, поэтому мир как бы ждет транспортную технологию новую, то есть здесь как бы оценка опять же в плюс идет. Далее, количество игроков, потенциальных заказчиков на рынке, покупателей, ну тут я думаю перечислять там сотни добывающих компаний, городов, правительств, прочее, прочее, фондов, это тоже как бы дает плюс оценки. Объем рынка, ну объем мирового транспортного рынка, я вот предоставили посчитать или дать цифры там Сергею Сибирякову, коллеге, вот, ну вот там по некоторым подсчетам только транспортная логистика 4 триллиона долларов, а мы сейчас занимаемся строительством, поэтому объем рынка очень большой, я просто вслух боюсь цифры такие даже произносить, потому что режет немного, но это триллиона долларов, я думаю вы спорить не будете, транспортная мировая отрасль это достаточно большая штука. То есть вот здесь я рассказал вкратце на чем основана инвестиционная оценка, оценивать прорывную транспортную технологию, которая может перевернуть потенциальную отрасль в цифрах, которые не будут пугать инвесторов, довольно сложно, поэтому надо говорить не только о цифрах и не столько о цифрах, сколько именно о команде, которая способна реализовать этот проект. Вот, например, даже в частности, я себе записал номера патентов, которые можно посмотреть на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, ФИПС называется, там можно по номерам патентов посмотреть, какие из них были внедрены на полигоне в 2001 году в озерах. Там, если не помнить, четыре пролета, и во всех четырех пролетах они друг от друга отличаются, потому что в каждом пролете реализовано отдельно свой ноу-хау, защищенный патентом, по конкретным транспортным решениям Анатолия Юницкого. То есть вот даже инвестор смотрит, а где реализовано, спрашивают. Прямо можно распечатать ему патент, показать то, что вот видишь такой чертеж, вот фотография, то же самое там реализовано в релезе в металле, в бетоне на полигоне. Ну то есть сравниваешь это все одинаково. Так, по поводу инвестиционной оценки тут вкратце я завершил. Он меньше юридически, больше такой философский порассуждать на тему инвестиций и философии инвестора. Но тоже важно. Дальше, значит, частый вопрос по поводу налоговых последствий для инвестора. Здесь все очень просто. Каждый инвестор платит свой налог своих дивидендов и налог в случае заработки на разницу стоимости акций в зависимости от своей юрисдикции. В России у нас налог на доходы физических лиц 13% получили, заплатили. То есть здесь ломать не надо, что происходит там за рубежом, как там платится. В каждой юрисдикции налоги платятся самим лицом. И тут мы плавно переходим к вопросу, почему же вы выбрали Британские и Виргинские острова, это же обширная юрисдикция. Давайте сначала просто поясним, поясним, что такое обширная зона. По-простому это страна, регионная любая область, в которой предоставляются налоговые льготы. Если там зарегистрироваться, то налогов нужно платить меньше. Но для нас, сделаю на это акцент, основной целью является не снижение налогов. Мы создаем компанию, например, в Беларуси создали компанию, здесь платим налогов, дай бог. Но мы здесь обязаны их платить, и здесь у нас работают люди, здесь работают профессионалы, которые должны получать зарплату, и с этого должны начислять налоги. Здесь вопросов вообще нет. Почему именно английское право, почему вот это офширное зона, здесь оно отличается, называется это британская заморская территория, и здесь английское право немного отличается в плане более легкого, более лучше приспособленного для функционирования акционерных обществ. То есть главная причина это именно то, что здесь гораздо легче регулировать акционеров в плане администрирования компании, потому что в Британии там просто огромные траты, можно доходить до огромных трат в случае администрирования больших масс акционеров. То есть можно будет просто работать не только на секретаря компании, который будет заниматься этим. Поэтому это естественно желание снизить расходы на сопутствующую инфраструктуру, не которая является нашей основной. То есть наша основная цель не зафинансировать адвокатов в Британии, которые с удовольствием будут администрировать, или реестры держателей, которые с удовольствием будут администрировать компании, мы будем за это давать большие деньги, и в итоге поймем, что хорошо мы вложились в юридическую инфраструктуру Британии. Но наша цель совершенно другая. Наша цель там, где платить не надо, не платить, а там, где платить, надо платить. То есть там, где надо платить за квалифицированный труд квалифицированных сотрудников, без вопросов. Поэтому раньше создавали компании в Кипре, на Кипре. Сейчас предпочтение дается Британских Вердинских островам. Так, значит, далее. По поводу, может ли компания сбивая выйти на биржу? Да, без вопросов. Даже вот я вам тут приготовил слайдик. Тут, может быть, хуже видно, но компания LookSoft, производитель, если я не ошибаюсь, IT-решений без проблем, зарегистрированные в Британии, в Британских Вердинских островах, привлекли в ходе IPO 70 миллионов долларов. Там компания не сильно большая. Вот. Просто плюс еще какой британской Вердинской юрисдикции, что они могут выходить на любую сбирж. То есть, и американские, и европейские, и азиатские. Потому что мы понимаем, что в течение развития проекта 2-3 года на такой срок, тем более в текущей ситуации, делать прогнозы очень сложно. И поэтому мы должны быть готовы к тому, что надо будет менять стратегию развития похода. То есть, мы выходим на европейскую биржу, выходим на азиатскую биржу, выходим на российскую биржу или куда-то еще. То есть, здесь надо все-таки понимать, что проект он живой. Это не традиционная законсервированная компания, это все-таки развивающийся организм. Мы сами видим, сколько за год всего произошло, не эти изменения проводить, потому что они каждый раз встречают противодействие, непонимание в той или иной части, но с этим ничего не поделаешь. Так, дальше два вопроса. Я бы попросил Анатолия Эдуардовича на них ответить, потому что они больше касаются все-таки инициативы со стороны основателя, и, наверное, эти вопросы лучше, чтобы основатель осветил нам. Анатолий Эдуардович, могу я вас попросить выйти в эфир и вопрос номер 7 и 8 объяснить. Да-да, добрый вечер, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Ну, прежде чем ответить на вопрос, я хочу спросить, как звук, потому что, честно говоря, прослушав предыдущие репортажи, мне было стыдно за звук, который был. Как сейчас? Все нормально? Ну, слава Богу. А то я сам себя не понимал, что я говорю, когда я слушал в записи. Все нормально, плюсы, спасибо. И прежде чем ответить на вопросы, я хотел бы пояснить кое-что, то, что Виктор рассказал, в частности, об оценке индивидуальной собственности. Он там говорил об осезаемой части, не осезаемой части, так вот, то, что многие относят к несезаемой, то есть, как бы, трудно рассчитываемой части, на самом деле, это все легко посчитать, и это осезаемо. И приведу конкретные примеры. В оценке индивидуальной собственности, на первой, при оценке, взята экономия капитальных средств при строительстве, на объемом километраже дорог. И в качестве аналога, прототипа, конкурентной системы, была взята дорога в эстакаде, а у нас эстакадный транспорт, построена японцами на Тайване. Они построили, ввели эту дорогу в эксплуатацию в 2007 году, и тогда дорога стоила где-то 50 миллионов долларов за километр. Сейчас при нынешних ценах на материалы, на зарплату, ну это минимум 100 миллионов. Минимум. Что собой представляет эта дорога? Это скоростная же дорога, скорость 350 км в час. Мы планируем 450-500, то есть видим, что это совсем многие скорости. Пролет 35 метров, у нас пролеты 45-50 метров, то есть у нас пролеты больше. На опорах лежит пролет настроение. Что она собой представляет? Две балки железобетонные высотой где-то 3 метра коробчатого сечения весом 900 тонн каждый. Это 1800 тонн на пролете 35 метров. Сверху лежит плита железобетонная весом 1000 тонн. На плите уже лежит подушка щедоночная, рельсы шпала. На ГРО у нашего пролетного строения в озерах построен прототип, там первое поколение, мы улучшили систему, там несколько другая будет конструкция, но принципы те же, преднапряженная конструкция, с минимальной массой, с минимальным весом, с минимальной стоимостью. У нас на полигоне в озерах вес путевой структуры 120 кг на погонный метр. Там вес эстакады где-то 3000 тонн 35 метров, ну где-то 80-90 тонн на метр. А у нас 120 кг на погонный метр. Однопутки, но двухпутно будет 200-300 килограмм. И у аналога то, что построили японцы, проекта настолько тяжелая, что под ними стоят мощные опоры, диаметром где-то метра 3 сплошные же бетонные. При этом на опору нагрузка с учетом веса опоры порядка 4000 тонн. Поэтому чтобы грунт выдержать такую нагрузку, под каждой опорой 4 буронабывные сваи диаметром 2 метра каждая или иной до 60 метров. Это значит вес каждой сваи достигает 1000 тонн. Это один пролет и одна свая. У нас какая опора? Труба промежуточная. Труба диаметром 300 миллиметров, высотой 12 метров. Две трубы связаны связями. и обычная свая диаметром 30 сантиметров. Поэтому масса опоры до 10 тонн, а у прототипа одна свая до 1000 тонн. Одна. Поэтому естественно другая вопрос. У них 100 миллионов долларов, а у нас 2-3 миллиона долларов. И это можем оценить и при оценке это и взято. Есть реально постольная дорога, есть то, что мы построили на полигоне в озерах, и есть наш нау-хау, который оценщик видел, исходя из этого, соответственно понимал, что мы никого не обманываем, эти нау-хау позволяют уложиться в эти самостные характеристики. Представьте, что если на километре дорог мы экономим на километре эстакады, только эстакады, 50 миллионов долларов, а тебе представь, что будет построен миллион километров эстакад. Умножайте на 50 миллионов, это 50 триллионов долларов экономить. Только на эстакаде 50 триллионов на миллионе километров, а если 10 миллионов километров, это 500 триллионов, а если 20, это 1000 триллионов. Многие не знают, какая цифра называется за триллионом. Ждет обозначение этой цифры. Так это только на эстакаде. И дорог таких надо десятки миллионов километров, потому что сегодня протяженность сети только автомобильных дорог 35 миллионов километров. Это дорог с твердым покрытием. Только одни Соединенные Штаты Америки и у них самая мощная экономика в мире, благодаря тому, что у них развита инфраструктура, построили 6,5 миллионов километров дорог с твердым покрытием. А у России там 700-800 тысяч. А территория России почти в два раза больше, чем у США. Это я говорю, беру только инвестиционные затраты на строительство, а еще плотаться дороги. Давайте тоже приведу. Это тоже все самые вещи. Это можно пощупать. Это проверено, экспериментально. Исплуатационные издержки. И при скоростном движении высокоскоростном, когда скорость больше 300 километров в час. Основные затраты энергии идут не на подвес, поэтому магнитная подушка здесь ничего не решает, а на аэродинамику. Потому что в мощности динамического сопротивления скорость стоит в кубе. И поэтому, если скорость возросла в тетрах, допустим, от 100 километров до 500 километров, то мощность аэродинамического сопротивления возросла в 5 в кубе раз. Потому что, если 500 разделить на 100, вот 5, да? Выводим куб, получается 125. Поэтому, если на аэродинамику при 100 километров в час, для кого автомобиль тратит там 20 киловатт мощности, то при 500 километрах в час, этот же автомобиль будет тратить на аэродинамическое сопротивление 2500 киловатт. Может, из танкового двигателя 500 киловатт. Это 5 танковых двигателей. Теперь давайте просто это тоже деньги как бы переведем. Вот возьмем Бугатти. Я, например, часто приложу. Самая крутая машина. Вырезанные обводы, хорошая аэродинамика. Очень дорогая. Там 3 даже миллиона евро больше стоит. Чтобы получить скорость 400 километров в час, и на аэродинамику уходит где-то в Бугатти 1200 лошадиных сил. И там всего 4 человека. Мы можем везти 40 человек в пользу составленным из юнибусов. И мощность привода, который уйдет на аэродинамику, будет 200 лошадиных сил. Это при 400 километров в час. При 450 это значительно будет больше. При 500 километров в час будет еще больше. И поэтому даже по сравнению с Бугатти, вот одно транспортно-средство, если даже у нас будет семейный юнибус на 4 пассажира, на 4 человека, и Бугатти, мы экономим где-то метод, как 1000 киломатт мощности. Сколько вот 1000 киломатт мощности? Это 300 килограмм топлива в час. Лишних. За 20 часов работы, а транспорт должен работать постоянно. Он не должен стоять в гараже. Как вот метро, как кранвай, как троллейбусы. Если 20 часов работать в сутки, умножаем 320. Это 6 тонн в сутки экономия. А в год на 365 это получается 1000 тонн. А если мы на 20 лет срок службы транспортного средства, это десятки тысяч тонн экономия. Это целые эшелоны с топливом мы экономим на одном транспортном средстве. А те, представьте, их миллионы, как автомобиль и легковые. Мы экономим миллиарды тонн, даже десятки, сотни миллиардов тонн топлива. Потому что, если существующий транспорт перевести на высоте скорости движения, не хватит запасов топлива на планете, чтобы запитать этот транспорт. Его можно запитать только потому, что он едет со скоростью средней 100 км в час. Это тоже все можно посчитать. И это учтено в расчете интеллектуальной собственности. Поэтому, когда говорят, что 400 миллиардов долларов это завышенная цифра, это оценка дирижитальной собственности, которая как раз внесена вот у учредителя всех наших компаний и как бы коренную компанию Global Transport Investment GTI, да? Вот это собственность интеллектуальная, права введения на нее, они исключительно внесены. Эта цифра, наоборот, занижена. И вот станет она реально, эта цифра или нет, зависит от нас. Всех нас. Не только от меня, как от инженера, как конструктора, изобретателя, который это все придумал, но и от вас, которые инвестируют деньги, финансируют развитие технологии, ее сертификацию и выход на рынок. Не зафинансируем, нечем будет сертифицировать, нечем будет выходить на рынок. И тогда это действительно дутая цифра. Просто бумажка. Но мы уверены, что мы пройдем эти этапы и не такие же большие деньги, чтобы такой глобальный проект поднять. Это целая отрасль, причем мировая, уложить какие-то 300 миллионов там фунтов стерлингов, создание мировой отрасли, это, ну, это мелочь. И мы это сделаем, безусловно. И тогда акции катализируются, компания, группа компаний Ходдон будет стоить вот реальные деньги. И к этому времени мы уже выйдем на IPO, мы планируем, где-то через 3 года, 4 выходить на IPO. И к этому времени у нас уже будет масса заказов на адресные проекты, потому что мы сертифицировали технологию, показали заказчикам и вышли с ней на мировой рынок. А первые тестовые участки по городской грузовой транспортным системам мы покажем через полтора года. В конце следующего года. Это не будет там, через 10-15 лет. Это будет в следующий год. Это то, что оценки и тотальной собственности, так называемых осезаемых и не осезаемых преимуществ. Это все осезаемые. И тут были вопросы. Я сейчас отвечу на некоторые из них. Подскажите, какие гарантии у инвесторов, что иностранное юридическое лицо не решит передать право собственности в Белорусском ЗАО третьему лицу? Ну, иностранное юридическое лицо это как раз то лицо, о котором я сказал, где куда перенесено индивидуальной собственности. Это учредители вот всех остальных компаний, это там, где собственно хранится индивидуальная собственность. Почему-то оно вдруг будет кому-то передавать права собственности. Зачем это нужно? И, конечно, можно различные гарантии давать, словесные и прочее. Но желание любую гарантию можно обойти. Мы много гарантий слышим. И от государства. Не надо далеко ходить. Вспомните Сбербанк, государственный банк. Там банкиры говорили руки отрубайте и все будет хорошо. Правда, там почему-то им не отрубили эти руки, да? И обмануло государство через Сбербанк, это государство, сотни миллионов вкладчиков на сотни миллиардов долларов. Но вроде это и не снилось. Вот вам и государство, гарантия государственная. Да крошься на этим гарантиям, да? Поэтому любую гарантию можно обойти и надо понимать, допустим, мою мотивацию. Я не того, чтобы продать кому-то, да? И я понимаю, что если, допустим, придет кто-то другой, то все умрет. Для чего я создавал-то почти 40 лет? Ничего. Будет уничтожена моя репутация. Для меня можно заводить уголовные дела, потому что я обманул такого количества людей, я никогда на это не пойду. И как после этого мы будем выходить на IPO? Да наши акции ничего не будут стоить. Я это прекрасно понимаю. Поэтому я никогда на это не пойду. Даже если рейдеры не раз пытались захватить, но у них не получалось. И последний раз был наезд в Литве, и у них тоже ничего не получилось. И надо понимать опять же мотивы, почему я этим занимаюсь. я занимаюсь этим не того, чтобы разбогатить. Если я хотел, я бы занимался другими делами. Банк какой-нибудь создал или заводик построил, делал бы бизнес. Или в нефтянку пошел в 90-е годы, когда выросли все эти олигархи. И у меня такие возможности. Я, даже как Игорь Дарковский, создал Центр научно-технического творчества молодежи, причем в 90-е годы, в конце 80-х и начало 90-х. Мой Центр НТТМ был более успешным, чем Центр НТТМ у Хударковского. Мы реализовали десятки изобретений, больше сотни инноваций, даже сделали свой кормовоборочный комбайн. И там часто задают вопрос, а какие изобретения внедрены? Да хоть же тоже кормовоборочный комбайн, который мы сделали как альтернативу Гомсельмашу государству, сделали за 20 тысяч рублей, а государство сделало комбайн за 300 миллионов долларов. И наш комбайн показал лучшие результаты. Испытан был, и есть даже фильм об этом, он висит у меня на сайте, да? но я не занялся бизнесом, я хотел построить испытательный полигон, еще тогда. Даже земли нашел в Подмосковье, и хотел переехать с команды туда, ну, ровнул Советский Союз, и все накрыли. А потом еще сделал глупость, баллотировался народный депутат СССР, и побеждал по Гомеле, а моим конкурентом был первый секретарь обкома партии, я набирал больше голосов, ну, что, включили ресурс административный, понятно, какое, что все прокуратура, КГБ, естественно, я не стал депутатом, а то, что у меня было, все отняли, да? И отнимали так семь раз, до нуля. И тоже научен не отдавать сейчас, сейчас не получится никого отнять, да? В том числе вот таким образом, что кто-то придет и что-то купит, да не будет этого. Так, следующий вопрос, что будет с моими инвестициями в том случае, если Skyway будет куплен другой компанией, или Skyway будет с другими компаниями через сделку слияния, а зачем? Я уже так, по-моему, ответил на этот вопрос, и я вообще-то создаю это не как бизнес на продаже, как делать там в IT-компании все возможное. купили там пару ноутбуков, взяли пару программистов, создали какие-то программки, а потом продали это за 100 миллионов долларов, этот бизнес. То, что мы делаем, то, что я начал и делаю, да, так не получится с помощью двух ноутбуков и с помощью двух программистов. Надо вот 40 лет и сотни миллионов долларов вложения. для того, чтобы вернуть 100 миллионов, больше потратить, чтобы потом вернуть и ради этого всю жизнь отдать, ну, это просто неразумно, да. И я ведь тоже акционер, я ведь тоже акционер, и нанося ущерб другим акционерам, я, короче, себе нанесу ущерб, потому что я основной акционер. И поэтому ударит, в первую очередь, по мне. Если акционер потеряет тысячу долларов, то я потеряю свою жизнь, фактически. я отдал жизнь этому проекту. Вес смысл жизни есть мой. Зачем мне это все терять? Поэтому этого не будет. Так, Виктор, там же твои вопросы пошли. Виктор? Да, я здесь. Давай там позже там вопрос пошел. так. Так, теперь у нас вопрос то, что касается как будет определяться цена на акции в будущем, в ближайшем будущем и в отдаленном. Значит, до выхода на IPO цена акции будет определяться на частном рынке по договоренности продавца с покупателем. да, то есть, когда мы все-таки примем решение то, что можно уже осуществлять какие-то внутриторговые операции, вот, то тогда можно будет развивать частный рынок компании при содействии там финансовых институтов. Вот, и люди могут до IPO в принципе свои акции если найдут покупателям продать. Значит, по поводу спроса со стороны, да, то есть, будет ли спрос до IPO? В принципе, как мы планируем завершить строительство, то есть, во время строительства сертификационного участка уже заинтересовать крупные инвестиционные компании, вот, и в принципе они часто заходят в проект выкупая доли небольших инвесторов, вот, чтобы просто работать уже напрямую только с основателем проекта. Поэтому, если будет желание выйти из проекта раньше, то при интересе со стороны вот такой организации вполне можно ей свои акции продать. Вот, значит, так, дальше. По поводу рисков, да, то есть, зачем мне там рисковать деньгами, если я могу просто положить все в банк, там, у меня и будет процентик, и застраховано до 700 тысяч рублей. мы должны понимать, ну, в принципе, я думаю, что Андрей Ховратов об этом очень доходчиво рассказывает, да, то, что есть разные виды инвестирования, и рискованное инвестирование, долгосрочно рискованное инвестирование, это не приносит, там, 3-4-5 процентов, которые принесет вам банк, это приносит тысячи, там, сотни или тысячи процентов на вложенный доллар, но увеличивает риск, конечно, и потеряет, поэтому это совершенно две разные философии инвестирования, и здесь как раз огромную роль философии инвестора играет умение правильно оценивать проект, то есть не поддаваться на какие-то обещания, там, или что, а просто смотреть на факты. опять же, я сейчас углубился в тот вопрос, опять же, два разных вида инвестирования, хотите нести в банк, где, процент кушает инфляцию параллельно, но вы выходите в небольшом минусе. Если хотите инвестировать в венчурный проект, будьте готовы потерять, поэтому инвестируйте немного. Правильно я понимаю, что стану инвестором корневой компании проекта, то есть буду иметь доход от развития всех направлений компании. Абсолютно верно, вы становитесь инвестором проекта, и вся прибыль, которая будет получать компания GTI со своих адресных проектов, будет распределяться между сначала холдингами, которые представляют интересы больших групп инвесторов, и потом уже между всеми инвесторами. инвесторами инвесторами я и создал эту презентацию первый ее слайд чтобы было видно, что все это называется одним большим проектом. Это можно со стороны разбивать отдельные юридические лица, смотреть на их взаимоотношения, но по сути инвестируя в проект, инвестируя в точку входа, вы инвестируете в весь проект и вы становитесь участником и дольщиком всего проекта вне зависимости от точки входа. Теперь мы рассмотрим достаточно интересный вопрос, что касается тех инвесторов, которые пришли в компанию на долгий срок, которые планируют получать выгоду от дивидендов, потому что я общался с большим количеством инвесторов, логика многих ясна, это венчурные инвесторы, которым необходимо быстро зайти в компанию и через некоторое время выйти, про дивиденды они даже не думают это вполне нормально для венчурного инвестора получать деньги на взрывном росте, потому что давайте согласитесь подумаем вместе, что дивиденды это дел уже крупных компаний, которые захватили большую долю рынка, у них все в порядке с прибылью и они часть этой прибыли выплачивают своим акционерам, там можно доходить до достаточно серьезных сумм, когда компания участвует в развитии пусть быстро, прибыль может идти на захват доли рынка, или прибыль может пока поначалу быть не очень большая, поэтому венчурный инвестор покупает долю на старте, и когда компания вырастает на 100, 200, 300, 500 процентов, продает и идет долгосрочные инвесторы спокойно купили, забыли, ждут, может быть передают детям, своим родственникам, по наследству, или дарят свою акцию, и спокойно живут на дивиденды. По поводу дивидендов, это отдельная часть, называется дивидендная политика компания, инвестор. Мы должны понимать, что руководство компании сидит на двух столбах, которые один столб называется, чем больше денег ты потратишь на развитие компании, тем больше ты сможешь захватить рынка. А другой столб, это надо все-таки еще не забывать про акционеров, которые все-таки вкладывали деньги и должны получить от этого прибыль. Надо не забывать о росте акций, потому что спрос на акции регулируется также дивидендами на эти акции. На этих двух столбах нужно одновременно балансировать и сидеть. Реинвестирование прибыли, то есть когда мы берем и все прибыль отдаем в строительство собственного рынка, на создание рынка, разумно тогда, когда можно посчитать, что на 1 доллар, например, мы получаем 5, 10, 15 долларов возврата для роста компании. В таком случае лучше зарабатывать именно на росте своих акций, когда ты инвестируешь в рынок компании. Если видно, что деньги такого взрывного роста уже не приносят для компании, то можно думать о дивидендах. Мы решили следующим образом. Так как мы обещали для инвесторов выплату дивидендов, мы часть компании Global Transport Investments 30%, у нее определено как привилегированная акция. То есть акции, которые имеют обязательства фиксированные получать минимум 20% от чистой прибыли компании Global Transport Investments. То есть если владелец 70% акций, это учредитель компании, решает отказаться от дивидендов и все эти деньги реинвестировать обратно в захват рынка, что мы планируем делать первые 10-15 лет для того, чтобы компания активно развивалась, то от этого привилегированный инвестор, который пришел ради того, чтобы получать доли в компании, точнее дивиденды, не должен страдать. Таким образом наши холдинги и учредители Skyway Investment Group это EURSS холдинг, они владеют привилегированными акциями. То есть на примере EURSS холдинга он владеет 15% в GTI с обязательством получать минимум 20% чистой прибыли GTI в качестве дивидендов. А уже в самом холдинге у всех инвесторов обыкновенные акции и они решают сообща какой процент из этого пускать на дивиденды. Так как холдинг создан для того, чтобы впитывать интересы акционеров, у этого холдинга никакой иной задачи нет, то все 100% акционеры решают выплатить в качестве дивидендов. Если, например, EURSS холдинг решает создать какой-либо проект, то есть мы хотим что-то запустить свое, например, как наши коллеги из SWIG. Без проблем они на собрании решают потратить часть дивидендов на создание компаний, покупку месторождения, например, и в собственном порядке создают проект. То есть здесь абсолютно демократия, люди могут решать сами, как и в каком виде получать дивиденды. Например, можно разобрать по цифрам. Снизу мы начинаем, снизу вверх. Адресный проект дает прибыль компании Global Transport Investments. Я просто написал сейчас 3 миллиарда долларов, много это мало, не знаю, Сименс получает годовую прибыль ориентровочно 6 миллиардов. Мы делаем бизнес по сравнению с Сименсом на большой срок гораздо больше, поэтому тут можно взять 30 миллиардов, 300 миллиардов. Здесь у каждого на сколько фантазии хватит. Моей, видимо, хватило на 3 миллиарда. Дальше из этих 3-3 миллиардов компания E-RSS Holding, как владелец привилегированных акций, требует свои 20% прибыли. 20% получает 600 миллионов долларов и распределяет их по всем своим акциям. Это получается примерно по полцента на акцию. инвестор который владеет одним миллионом акций получает 1 миллион который уже после конвертации произошел. То есть это не количество акций а то которое произойдет после того как мы завершим реструктуризацию. Он получает примерно 5 тысяч долларов. Опять же я ни в коем случае не делаю никакие прогнозы как это может быть. Мы сами понимаем что это рискованная венчурная тема поэтому эти цифры просто я привел для примера чтобы вы могли посмотреть составить себе формулу и примерно ориентироваться в механизме. Так далее спрашивают по поводу смысла рождения не привилегированное для компании то есть обыкновенные привилегированные для нас это в первую очередь превентивная мера против недружественного поглощения когда скупая акции на бирже например крупный инвестор может получить решающий голос и перехватить управление в компании потому что обыкновенные акции являются управленческими а привилегированные являются именно инвесторскими скажем так по поводу дивидендов мы с вами здесь разобрали тут я еще вижу дальше несколько вопросов к Анатолию Эдуардовичу Анатолий Эдуардович прошу вы включитесь тогда это я думаю будет лучше вам рассказать я хочу дополнить Виктора когда он говорил о получении дивидендов дивиденды для акционеров и миноритари это и не главное потому что как пример Виктор сказал что допустим 8 миллионов акций выйдя на IPO вы можете половину акций продать по номиналу мы будем котироваться по номиналу и получить допустим 500 тысяч долларов за половину акций а на половину акций на 500 тысяч долларов оставшихся вы можете получать дивиденды в 100 лет пока все дороги будут скорее развиваться жить и дети внуки правнуки будут этим пользоваться поэтому на IPO это еще важнее чем для милитариев для легких акционеров даже важнее чем получение дивидендов поэтому можно сочетать и то и другое и такие возможности будут так вопрос оцените в процентах вероятность того что при стоимости компании 10 миллиардов долларов вы решите продать всю свою долю и начать новый бизнес ну на этот вопрос сложно ответить без контекста да ну вероятность низкая она вообще-то равна нулю 10 миллиардов долларов это только начало и деньги это небольшие на самом деле не ради этих денег я начал этот путь и этот бизнес мы хотим сделать невозводное и побороться с глобальными компаниями и этому есть другая мотивация и я тоже об этом сейчас скажу я делаю бизнес не ради денег а ради движения в период создания чего-то профессионально нового безопасного экологичного того что можно передать нашим потомкам и хочу чтобы наши дети и внуки и мои тоже жили в государственном мире да и это как бы путь я выбрал давно и опять еще раз говорю не ради денег и в одном из роликов которые есть в интернете там это как бы ну эта идея показана я хочу просто кратко об этом сказать вообще то что мы имеем сейчас мы имеем технократическую цивилизацию которая идет своему концу по моим оценкам если так будет идти развитие как сейчас это до конца 21 лет 3-4 поколения на 20 лет этому есть ряд объяснений этот путь выбрали не мы не я это выбрали путь не до тальца 40 тысяч лет назад когда зажгли первые костры в пещере стали жарить мясо и делать шкуры начались первые технологии они их развивали жгли больше костров больше мяса жарили шкур выделали и в 12 лет умирали от рака легких пещера был смог а пещера это их дом но у них ума хватило вынести технологии за пределы пещеры стали жить поживать и вот прошло 40 тысяч лет наступил 20 век и начала бурно развиваться индустрия очень бурно и вот сейчас уже 21 век нашим домом стала вся планета земля а не пещера причем она не имеет комнат перегородок и костры посильнее это ядерные костры это атомные электростанции это нефтепереврадочные заводы это миллиард ликовых автомобилей которые сжигают миллиарды тонн топлива ежегодно это автомобильные дороги которые закатали в асфальт только в асфальт 4 территории Великобритании и это разрушение озонового слоя одна ракета тяжелая типа протона или спидшаттла делают при пролете через озоновый слой дыру размером с Францию озоновый слой защищает планету биосферу от губительного ультрафиолета это один только старт одной ракеты а на первый протон который успешно запускается там раз в несколько месяцев да-то они почему-то падают станут но потом вроде сейчас опять полетели да а не многие знают что там заправка несколько сот тонн соттон гептила а гептил более сильный яд чем цинистый калий 2 миллиграмма гептила убивает одного человека если ему дать это 2 миллиграмма значит грамм убьет 500 человек особенно бить топливо ракеты носитель а килограмм 500 тысяч а тона 500 миллионов а 20 тонн 10 миллиардов человек столько не живет на планете а там заправка несколько сот тонн и это один десяток одной ракеты это часть вот как бы технократического пути развития которое выбрало человечество и мы в нем его изменить нельзя выбор не наш можно двигаться только вперед и я понимал понял это лет 30 назад что есть только один путь разделить биосферу и техносферу индустрию вынести в космос за пределы дома потому что за пределы дома это только за пределы планеты это ближний космос там где орбитарный станок а на планете стоит жить биосферу как бы она создавалась несколько миллиардов лет пусть она живет своей жизнью а индустрия нас обслуживает и в советское время было много публикаций на эту тему моих публикаций потому что больше всего меня волновало среди всего человечества есть много статей о том что мы идем в тупик есть только один путь вот этот другого пути нет назад в природе не получится надо уничтожить тогда миллиарды людей оставить золотой миллиард и к ним все равно будет плохо жить потому что уничтожение вот этих остальных людей это миллиардов повлияет тоже на жизнь тех кто останется через какую ядерную войну ядерная зима наступит никому мало не покажется еще хорошего в этом не будет и я нашел решение инженерное решение как это сделать потому что ракета я рассказал что только один стал к ракету не способна вымести индустрию в космос и обеспечить грузопотоки миллиарды тонн в год миллиарды карта ракеты современной ракетноситель это 5-10 тонн максимум груза это телега по своим возможностям просто обычный телег только стоимостью миллиард долларов спешат это где-то стоит порядка миллиарда долларов и я понял что вот только один путь но это никому не нужно кроме меня я понял что никто деньги на развитие вот этого научного направления не даст и поэтому надо найти способ заработать деньги хорошие деньги большие деньги потому что чтобы организовать этот проект надо где-то порядка триллиона долларов только на науку исследование где-то порядка 100 миллиардов долларов потребуется и вот тогда у меня много идеи много изобретений ноу-хау летят аппараты нового типа электростанций что такое я выбрал вот это направление струнной дороги Skyway который сейчас называется как очень крупный бизнес в котором можно заработать большие деньги и реинвестировать в первую очередь вот в ту программу которая спасет и реализацию и обеспечит достойную жизнь нашим потомкам вот моя мотивация поэтому продавать что-то там кого-то обманывать или что-то еще чтобы украсть миллион или там вложив сотни миллионов да ну у меня такой мотивации нет и поэтому 10 миллиардов если даже получу разово это не решит вот те проблемы о которых я сказал надо чтобы был постоянный источник дохода вот кока-кола на маленьком ноу-хау что-то насыпать какого-то там листиками еще трахить жучков перемешать болтать нагреть они говорят это ноу-хау очень большой это все хранится в сейфе ну вам не скажем что-то такое они работали за 127 лет по-моему за 130 лет триллион долларов а вот то что мы делаем ну наверное там можно заработать больше или инвестировать в эту программу спасения челюсти которая тоже будет бизнесом потому что представляет индустрия в космосе сколько сейчас допустим электростанция миллионка и киловатт это чернобыльский блок атомный да который бабахнул и столько вреда причиняло а в космосе эта пленка тонкая светоотражающая километр на километр который ориентирует на солнце на орбите а в фокусе стоит парогенератор замкнутого цикла и вот там будет миллион киловатт варваться электрическая энергия и источник энергии солнца еще будет светить минимум 5 миллиардов лет никаких отходов не надо никаких заводов строить там цехов землю не надо закатывать в асфальт в космосе невесомость это такой колоссальный технологический фактор на земле нет невесомости если была бы невесомость мы получали бы уникальные материалы пеностали которые не тонут в воде упрочнее обычной стали не коррадируют сотни лет и много-много лекарств уникальных там кристаллы и прочее то есть это абсолютно новая технология а в космосе невесомость на планете нет вакуума и например куб кубический глубокого вакуума стоит дороже чем выправить тонну стали это тоже колоссальное технологическое вот как бы категорическое преимущество когда есть вакуум и ты можешь получать совсем иные материалы допустим конструкции то что вакуум да ведь сталь когда плавят показывают там любят это вроде какой-нибудь там мужичок стоит бирку делать чтобы эта сталь потекла да издомной полотку иск летят с радуса горит а это сталь горит окисляется туда азот попадает появляется окалина что в этом хорошего а там этого не будет совсем другие материалы получат это крупнейший бизнес но это будет потом надо к этому еще прийти да поэтому я выбрал этот путь и хочу не объяснять жизни не хватит Солковский умер но так и не увидел как ракеты полетели это он именно он не конструктор он философ показал что без космоса без и ракеты как транспортно средства на том на том этапе не обойтись и надо неизбежно осваивать космос и земная цивилизация должна стать космической цивилизацией он не дождался воплощения своих идей а я хочу дождаться этого и как бы самому это все реализовать вот это моя мотивация так вопрос оцените в процентах вероятность того что ваша мотивация через 5 лет достигнет ничтожного уровня и вы не сможете больше гнаться за сверх результаты я думаю через 5 лет она будет еще сильнее чем счастье поэтому я оценю такую вероятность равную нулю так следующий вопрос а если юнистский погибнет не дай бог чтобы вдохновлять людей у кого хвалит мозгов заменить юнистского для того чтобы к намеченному году выйти на пио и вообще хотя бы все планы реализовать сможет ли скайвей без юнистского выжить вы знаете меня уже хранили не один раз я помню одна из газет лет 15 назад писала такую заметку Толиком Самой скоподложником губернатор Громов заинтересовался проектом юнистского позвонил ему он сел в автомобиль помчался к губернатору и по дороге погиб это была одна из таких публикаций 15 лет назад так если был такой изобретатель дизель его топили конкуренты мы взяли топили он взяли он мешал потому что они считали что карбюратор двигатель лучше а он говорит нет дизель лучше но ведь дизель реализован он стоит в миллионах автомобилей это дизель он на кораблях судах и так далее в танках и отсутствие того кто это придумал не помешало реализовать потому что это востребовано рынком это нужно людям это главное и я не один и не только я занимаюсь технологией я создал три школы научную есть куча монографий и в создании этих научных исследований проведений работали университеты институты кафедры математики строительные механики и так далее большое количество ученых это научно я создал конструктор сушку и то что в минске это не все конструкторы которые работают на программе уже почти 100 человек я создал проект на школу попроектировать дорог по привязке то есть одно дело сконструировать а другое дело привязать и сделать проект конкретной дороги с конкретными опорами пролетами грунтами препятствиями река озера и так далее с оплевными станциями которые должны быть вписаны инфраструктуру городов и так далее это проект на направление и они уже сейчас по большому счету самодостаточны я передал свои знания я управляю этим процессом и дальше и мы уже за даже последние 9 месяцев я говорил на предыдущем своем выступлении что 9 месяцев как рождение ребенка надо вынашить плод минимум 9 месяцев хотя слоны больше 20 месяцев они вынашили и это время прошло и ребенок родился так называется зал закрытых целеного общества струнная технология здесь почти 100 конструкторов они обучены у них внимание были и до этого но они уже обучены этой логике с КВР обычно ноу-хау который есть они знают каждое направление у нас три управления есть подвижной состав потом есть то что едет причем грузовой городской высокоскоростной там свои нюансы и вот это управление конструктора где около десятка конструкторов с бюро знают и понимают что они делают есть управление инфраструктуры оснастки и технологии где в том числе уже эстакады резкострунные напряженные нерезрозные и так далее станции вокзалы технологическая оснастка которая позволит натягивать струну инфицировать некцию бетона делать в полый резник чтобы защитить его антельные узлы крепления стрелочные переводы и много много чего другого они делают и знают что они делают и они тоже уже обучены вот этим нюансам есть управление по системам безопасности и управление движением потому что мы создаем собственную логистику она отличается железнодорожная автомобиль потому что нам не надо сообщать и автомобиль едет я помню как моя жена ехала как-то по Москве и еле успел объехать люк открытый прямо в центре Москвы подъезжает до нашего гаишника говорит вы знаете там вот люк открыт надо бы как-то его закрыть а гаишники отвечают вы назовите точный юридический адрес люка она плюнула уехала вот да у нас нет не будет открытого люка много чего не будет того что есть на дорогах поэтому логистика у нас другая и безопасность другая и управление движением иное более безопасное потому что уже второй уровень мы живем на первом уровне на поверхности земли мы же не птицы не летаем и животные живут на поверхности земли и трава растет на поверхности и деревья и вся обе сферы находятся на поверхности земли и мы оторвались и пошли выше уже это повышает безопасность тысячи раз только это разнесение жизни и препятствий и подвижного состава на разный уровень но в отличие от авиации у нас четко заданный путь 100 тысяч до миллиметра а в авиации иногда эшелоны которые сотни метров по высоте отличаются друг от друга и километры в стороны почему-то самолеты сталкиваются потому что у них нет пути они по воздуху летят а у нас четко заданный путь и нет встречки в отличие от допустим автомобильной дороги в этом момент естественно будет совсем другая безопасность да и поэтому это тоже те кто разрабатывает систему управления знают и понимают и мы это делаем и делаем успешно и мы продемонстрируем на наших тестовых участках на эко технопарки вот эту систему управления автоматизированную которая будет совсем иной недорогой надежной и безопасной и обеспечит безопасность да и эти направления вот зала струнтехнологии работают да они сейчас во многом еще зависят от меня но скоро вот ежедневно там присутствуют или мотивации объяснений контроля и так далее она отпадет и честно говоря я хотел бы потом сосудиться на другой космической которая я считаю более важна но ты знаешь что я это брошу отойду нет и поэтому даже в случае как говорится смерти не дай бог я тоже этого не хочу да ничего для бизнеса не случится страшно кемпфорда сейчас нет ну и что форда существует компания и щекорского нет который вертажное строение создал нет же сейчас и что вертажное строение живет и здравствует и сухого нет сейчас живых а лучшие в мире истребители сухие сухие летают совершенствуются кстати сухой мой земляк гамничанин ему на родине стоит бюст потому что он прежде герой Советского Совета и он оттуда уже поэтому я думаю я не думаю а в грязь он уверен что уже от меня мало что зависит успех уже от меня не зависит успех неизбежен буду я живу не буду я живу мы достигнем и то что я создал успеха оно уже самодостаточно Виктор там твои вопросы еще Спасибо Анатолий Владимирович так сейчас так значит далее по вопросам касательно юридической тематики конкретно следующий вопрос сами акции какими законами будут подкреплены я хочу чтобы акции имели такой же вес как и иные документы например документы на квартиру или на что-то еще значит давайте мы обмыслить как международные крупные инвесторы или инвесторы венчурные работающие на глобальном рынке во все и во всех иностранных юрисдикциях где давно уже существуют такие вещи как доли акции операции с ними все направлено на упрощение процесса есть компания которая ведет реестр то есть например у нас будет реестр держатель специализированный вы от него будете получать всю необходимую документацию которая касается правоустанавливающих документов то есть в частности сертификат с необходимыми подписями я хотел показать что вообще практика например в той же самой Британии существует заключение сделок по телефону то есть договор не подписывается в принципе он заключается устно все британская юрисдикция куда входят британские и Виргинские острова она вся нацелена на снижение недоверия друг к другу и заключение то есть работе вот в такой более простой облегченной для администрирования обстановки атмосфере я вот показываю своим коллегам и в принципе друзьям инвесторам просто ради интереса я как-то приобрел на одной из полплощадок акцию одну акцию какой-то компании мне было интересно посмотреть как выглядит настоящий британский сертификат что мы видим слева наверху номер посередине класса как раз привилегированная акция одна акция название компании зарегистрирована принадлежит Виктору Бабурину и вот дальше там устав компании меморандум все здесь нет печати здесь нет подписи это сертификат он просто показывает то что вы являетесь не то что даже подтверждают да просто демонстрируют информируют на самом деле вы являетесь владельцем на основании записи в реестре то есть если есть запись в реестре в электронном все вы являетесь владельцем акции а все остальные сертификаты выписки там не знаю справки какие-то еще это все документ который просто дополнительно информирует например вот где вам может понадобиться сертификат не дабы что случилось наследство надо оформлять надо подтвердить нотариусу что есть документ наши российские нотариусы верят документами с печатями и с подписью поэтому надо будет заказать сертификат показать нотариусу чтобы на основании его оформили наследство еще раз повторюсь будет реестродержатель он ведет реестр мы ему передаем информацию о новых акционерах все запросы по поводу сертификата если вам нужен оригинал к нему спрашивайте он за это отвечает он для этого и нанят на работу точнее по договору так далее что вы думаете по дополнительной эмиссии что такое дополнительная эмиссия она нужна в основном для привлечения дополнительного капитала если акций не хватает текущие акционеры не хотят продавать свои компании нужно увеличить количество акций в себе происходит дополнительная эмиссия дополнительный выпуск новых акций и они продаются мы этот вопрос не рассматриваем мы планируем обойтись тем что есть но по поводу эмиссии я хотел развеять сомнения и мысль что стоит за страшный зверь и почему уменьшается процент если происходит эмиссия 10% новых акций то больше всего страдают большие акционеры например как учредитель компании у которого 70% компании ему принадлежит при выпуске дополнительных 10% у него сразу 7% уходит из владения если человеку принадлежит 0,001% то у него 1,001% уходит то есть для него это меньше по процентному показателю ущерб урон это больше опасно именно когда идет вопрос об управлении компанией когда размываются доли если вы смотрели следили за историей компании Facebook первого сооснователя Эдуарда Саверина его в принципе Цукерберг так и аккуратненько из компании вытащил выдвинул что дал бумаги о размытии доли поэтому здесь это касается вопросов управления а если говорить о стоимости то наоборот например если надо привлечь дополнительного инвестора и под него выделить долю которую он купит то это только увеличит стоимость компании то есть в процентном соотношении уменьшится но это больше опасно для управляющего пакета а при вхождении нового крупного инвестора с деньгами стоимость компании вся поднимается то есть это прибыльно для меморитарных акционеров но еще раз говорю это сейчас просто в порядке теории мы дополнительную миссию не рассматривали пока то есть планируем двигаться по намеченному плану по поводу временных лимитов на привлечение средств значит если 3 мои деньги будут собраны с запозданием или тормозит процесс или нет значит у нас идет привлечение не сразу всех денег мы должны собрать в кубышку и потом будем их тратить нет у нас есть план развития мы планомерно занимаемся привлечением целевым инвестированием поэтому здесь есть план мы по нему идем по этому поводу уже несколько раз на вебинарах говорил предыдущих тут мне добавить особо нечего значит как я могу заработать если куплю акции но не хочу ждать IPO ну я как уже говорил раньше есть частный рынок впоследствии я думаю где-то в течение года двух я думаю что с этим вопросом подготовим инфраструктуру необходимую чтобы могли покупатели находить продавцов ну и опять же если в случае захода крупного инвестора в проект можно будет продать свои доли ему поэтому до IPO вот такая происходит ситуация так значит сейчас последний вопрос Анатолий Эдуардович еще осветит и тогда я думаю что мы уже займемся переходом то есть перейдем к ответу на конкретные ваши вопросы Анатолий Эдуардович прошу так вопрос какие негативные факторы политические социальные технологические учитывались при прогнозе роста компании до 2017 2020 годов ну все негативные факторы конечно учесть невозможно но мы считаем что наша технология востребована и даже при наличии очень серьезных негативных факторов у нас все равно будет масштабно реализовано вот давайте просто вспомним историю вот вспомним историю железной дороги их разбирали носили рельсы в лес там и так далее потому что и шпалы вносили это конкурент гужевому транспорту целые деревни вымирали там где готовили телеги там хомуты и прочую утварь для жалового транспорта выходили в прессе во многих странах статьи которые клемили железо дороги которые писали что коровы перестали после проезда поезда нести молоко давать молоко коры пеменчатки яйца все хаты вокруг сгорели от иск которые вылетают из паровозной трубы даже были статьи когда значит по словам очевидцев пассажиры которые выходили из поезда они так напитались скоростью что они не могли остановиться они бежали пока не ударяли столб и голова не раскалывалась как арбуз и что железо реализовано а где же гужевый транспорт то есть не негативные факторы влияют на будет технология или не будет реализована а востребованная она нужна или не нужна она эффективна или неэффективна так вот то что мы делаем миллиардам людей никому-то ни министру транспорта ни какой-то страны ни губернатору ни мэру или там президенту какой-то страны ни одному инвестору это нужно всем людям всему человечеству потому что жизнь станет легче достойнее чище мы вернем землю закатного асфальта землепользователям там будет расти трава деревья которые вырабатывают миллиарды тонн кислорода которым мы дышим а там асфальт сейчас кислород не вырабатывается более того в прожащем автомобиле дополнительно сжигает кислород мало-то что его меньше дали да они еще сожгли дополнительно когда наш будет транспорт аризон этого не будет вообще американцы живут в долг у всего человечества нет же стены вокруг Америки высотой там 10 километров они сжигают кислорода больше но своих с помощью своей индустрии транспорта в том числе чем вырабатывать зелеными растениями на территории США поэтому они можно сказать воруют кислород вырабатываемый тайгой российской джудлями США этого Кана этого Бразилии понимаете и вот понимая все это и понимая эффективность того что мы разрабатываем что проезд будет дешевле безопаснее более скоростным это проезд будет технологии будут востребованы и никто этому не помешает уже поезд ушел для тех кто хочет помешать уже догнать им не получится поэтому мы в успехе уверены и все у нас получится так Виктор последний мой вопрос а сейчас мы на какие практические ну сейчас я тогда включу включу чат Антон Борыч я сейчас вас отключу тогда и посмотрим посмотрим что будут задавать так чат включен тогда задавайте вопросы интересна ваша реакция так по поводу корпоративного налога значит я говорю еще раз есть налоги на доходы физических лиц которые касаются людей конкретно поэтому каждый будет в зависимости от его налоговой ставки в его стране платить налог Global Transport Investments это компания где находится интеллектуальная собственность ее возглавляют три компании три учредителя это Анатолий Эдуардович это Евразин РСКВ Системс Холдинг где находятся все акционеры Skyway и наши коллеги партнеры из компании Real Skyway Investment Group где находятся их инвесторы Путину предоставляли проект я думаю что Вадим Владимирович сейчас есть много других вопросов которые первоочередны и которые ему интересны у вас будут обыкновенные акции в Евразин РСКВ Системс Холдинг который в свою очередь владеет привилегированными акциями и привилегированные акции обеспечивают получение холдингу 20% от прибыли а эта прибыль распределяется между вами либо 100% как уже вы решите то есть здесь ничего там дополнительно приобретать только если увеличивать свой пакет дивиденды через какое время будут получать как только компания начнет получать прибыль можно будет говорить уже о дивидендах какие это сроки я не берусь сейчас прогнозировать это точно после строительства полигона или хотя бы демонстрации уже каких-то крупных частей таким образом при реструктуризации акция станет в 3 раза больше и не уменьшится ли цена акции при входе на IPO значит первое по поводу реструктуризации что такое мы понимаем это объединение 4 частей в 1 целое таким образом у вас увеличивается количество акций которые раньше принадлежали другим 3 частям поэтому и происходит увеличение акций значит не уменьшится ли цена акции при входе на IPO то есть мы сейчас не можем прогнозировать какая будет цена уменьшится или увеличится, это зависит от той ситуации, которая будет на рынке. Скажите, пожалуйста, когда конкретные шаги, например, строительство. Уже говорим о том, что сейчас у нас в апреле, точнее в мае даже, будут идти землеустроительные работы, в начале июня уже будем делать конкретные шаги, то есть постройки. Но об этом Антон Доварович вам отдельно может рассказать. Еще раз говорю по поводу привилегированных и непривилегированных акций. Давайте я покажу на примере. Смысл холдинга, где находятся все акционеры, это получать прибыль. Таким образом, EURSS Holding, владея привилегированными акциями в Global Transport Investments, обязательно получает минимум 20%. Тогда если решается сделать дивиденды больше, то, соответственно, он получает их больше. А в EURSS Holding все инвесторы владеют обыкновенными акциями, гласующими, и гласуют, какой процент направить на выплату. 100%, 90%, а 10% потратить на покупку какого-нибудь проекта и увеличение прибыли. Так, как можно сейчас оформить наследственную акцию? Завещание. EURSS Holding, там же, где зарегистрированы все наши компании, это Британские и Евразийские острова. Комбайна. Будем запускать, конечно. Так, провисание струн, это техническая часть. Давайте, вы ее можете найти в описании технологии, в 100 вопросов, 100 ответов. Об этом информации очень много. Сегодня у нас немножко другим посвящен разговор. Где его можно увидеть, если он вообще? Реестр акционеров находится сейчас в компании, он будет передан реестр держателю, и вы можете в нем заказать, если хотите получить на руки оригинал, например, сертификата. Также информацию из него вы можете увидеть в своем личном кабинете. Плюс инвесторов от респектуризации. Повторяю, четыре компании, которые владели интеллектуальной собственностью по направлениям, объединяются в одну. Таким образом, количество акций увеличивается. Так, по поводу, сколько собрано эту информацию, я не могу разглашать. Это уже, если что, вопросы к основателю проекта. Так, значит, по поводу даты увеличения, планируем на конец апреля, когда уже окончательно будут зарегистрированы все недостающие части этой структуры, которые демонстрируем. По поводу среднестатистического инвестора, опять же, юридический вебинар мы сейчас про другое говорим. Это вопрос к маркетингу, к сбору информации. Так, как именно можно участвовать в адресных проектах? Ну, через технологию инвестирую в проект. По поводу Дальнего Востока, это к Инвестмент Групп, это их проект, они занимаются этим. Так, значит, по поводу фонда Хавратова, отдельно как бы у вас обыкновенные акции в компании, которая владеет привилегированными акциями. Вот тут вот на этом слайде, в принципе, можете все посмотреть. Все указано. Common – это обыкновенные, preferred – это привилегированные. Так, значит, судьба договора на основании этого договора вас и переносит в реестр акционеров холдинга. Так, в мае-июне 2017 года, ну, в том числе из-за того, что нас и по Литве немного затормозило. Значит, смотрите, Инвест Групп – это, вот здесь вот, да, мы увидим это лучше. Вот на этом. РСВ Инвестмент Групп – это отдельный холдинг с своими инвесторами. Здесь в ЕРСС холдинге Skyway Capital является одним из соучредителей холдинга. И он является точкой входа в ЕРСС холдинг. Значит, отображался после 20 апреля. По поводу тех проектных компаний «Русский холд», месторождения в Сибири, я не могу ничего сказать, потому что, может быть, это какая-то информация была из Skyway Investment Group, поэтому сдавайте у них. ЭРСВ – это отдельно к тем людям, которым занимаются. С производственными предприятиями, ну, мы бы планировали, конечно, вообще построить собственное, если будет достаточно финансирования, чтобы значительно снизить затраты на производство. Поэтому такой вариант, да, рассматривается. Так, в кабинете, да, также можно напрямую отравлять заявку. Ну, все в прежнем режиме, там ничего не меняется. Владислав, есть уровни заметности для различных проектов, вот, и поэтому нам нужно перейти сейчас быстрее как можно к практической реализации, да, и тогда уже можно будет говорить об этом проекте как о заметном для… Ну, вот, я даже не помню, я рассказывал, да, когда в прошлом году из Discovery к нам пришло письмо, что они хотят снять от технологии видео, ну, то есть, там небольшие, 5-10-минутные видео про новые транспортные технологии. Вот, они были готовы приехать в свои съемочные группы и, в принципе, показать потом по Discovery о технологии. Но так как они потом сказали, что у них формат, когда что-то хотя бы находится на земле, ну, что-то построено, мы договорились с тем, что вот, когда в этом году мы сейчас будем уже демонстрировать начало стройки, саму стройку, они с удовольствием приедут и снимут видео. После этого можно будет уже и про западных инвесторов говорить, да, если это все на Discovery будет показано. Связываться, не связываться, так, это мы будем по поводу стратегии развития адресных проектов, это будет отдельная большая-большая история. Так, выданы все сертификаты, действительно, все обязательства компания несет. Сайт реестра, вы имеете сайт реестра держателя, наверное, то есть, той компании, которая будет владеть реестром, ну, не владеть реестром, будет вести реестр. Да, есть, мы ее как раз после 20-го числа там скажем. По поводу включения в наследство, вы не к администрации обращайтесь, обращайтесь к нотариусу для завещания. Сейчас вообще напряжение, как бы, ну, давайте по поводу политики, опять же, тут, как бы, мы сейчас не будем сегодня про политическую тему обсуждать. Так, строительство тоже. По привилегированным акциями я сказал, да, привилегированным акциями владеют в холдинге, внутри них акционеры владеют обыкновенными акциями. Так, по поводу владения в основной капитал, значит, там оплата должна происходить не сейчас, а впоследствии, поэтому, в принципе, мы объединили компании, перенесли их в другую юрисдикцию, чтобы не попасть, не дай бог, на оплату большими деньгами, живыми процентами в интеллектуальной собственности. Так, я купил. Unisky – это компания, которая представляет интересы учредителя проекта. Более четко, какие же нас акции? У вас обыкновенные акции. Так, строительство в Грузии начнется, по этому поводу я не могу ничего сказать, это немая епархия. Структура на этом рисунке непонятна. Ну, а вот на этом понятна структура. Все, кто покупал на сайте РСВ, все находятся в Евразин Rail SkyWay Systems Holding. Так, по поводу перевода акций из РСВ в SWIM. То есть, поступило предложение, просто то, что часть инвесторов хочет перейти в SkyWay Investment Group. Без проблем мы этот перевод оформляем. Я так понимаю, что принципиальное понимание достигнуто между главами компаний. Поэтому все, кто хотели, я так понимаю, уже перешли. Но, я еще раз говорю, это все общий большой проект. Здесь принципиальной разницы нет. Как легализовать продажи акций на территории Беларуси? Не знаю. Я вам сейчас вот так вот в легком режиме общения не отвечу точно. Значит так, дальше. Армения, по поводу какой заказал проект, не знаю. Не мой вопрос. Планируется окончание структуризации? Когда? Отвечаю в очередной раз. После 20 апреля, где-то 20, 21, 22. Ориентировочно. Если вы покупали в РСВ, у вас обыкновенные акции в нашем холдинге. Если вы покупали в СВИГ, у вас акции в СВИГ. Так, по Литве работаем. Так, кто владеет привилегированными акциями? Привилегированными акциями владеют холдинг, куда входят наши акционеры, и Skyway Investment Group. При объединении компаний количество ваших акций увеличилось. процент остался тот же. Чугунки. Предзаказом, опять же, не суда. Какая разница между привилегированными и обыкновенными? Привилегированные акции имеют фиксированный дивиденд, 20%. Ниже этого дивиденда они получить не могут. Поэтому и холдинг, и РСВ Investment Group получают 20% минимума от прибыли компании, а потом уже распределяют так, как инвесторы сами решат. Так, с заказчиками прорабатывается. Это все, опять же, у нас сегодня другая тема. Еще раз, коллеги, по поводу микроскопичности дивидендов, не микроскопичности. Давайте не делить шкурами убитого медведя. Я взял примерные проценты, примерные доли. Какая может быть прибыль от компании через 5, 10, 15 лет, сейчас почитать сложно, да, будет большая. Так, передать акции по наследству можно, да, без проблем. Это такое же имущество. В 15-й раз мне задают вопрос, Дмитрий Медведев тоже акционер. Нет, Дмитрий Медведев не акционер. Значит, разницы никакой, в какой из двух компаний вы имеете акции. В холдинге или в инвестмент групп. Это все один единый проект. По переходу на этапы, это в зависимости от финансирования, это не ко мне вопрос. По поводу российского правительства, в курсе, опять же, я работаю в Беларуси, в ЗАО «Струнная технология», не могу вам ответить на этот вопрос. Skyway Capital относится к холдингу. Он как оптовый покупатель. Так, как будут выглядеть акции тех партнеров, которые прибыли? Дизайн немного изменится, в принципе, все остальное останется прежним. Но и плюс будут стоять подписи печати реестра держателя. GTI получает 100% прибыли адресного проекта. Ну или там в зависимости от договоренности. Вопрос такой, вот интересно. То есть GTI получает 20% от прибыли адресного проекта, из которых холдинг получает 20%. Нет. GTI получает со всех своих адресных проектов ту прибыль, в которой он в этом проекте участвует. Может быть, GTI сам основал этот проект, и он участвует там на 100%. Может быть, он основал его совместно с какой-то компанией, участвует в нем на 50%, на 20%. Но все 100% прибыли, которые он получает, фиксированный дивиденд, который передается в холдингу для передачи нашим инвесторам, это 20%. А из этих 20% можно у инвесторов голосование, а сколько хотят получить. Но так как холдинг нацелен на то, чтобы люди получали возврат инвестиций своих, то 100% они и получат. Владеют обычными акциями. Как происходит голосование на выпуск дивидендов 100%? Большинством голосов. Мне украинцы скажут, что Порошенко акционер. Не знаю по поводу состава акционеров, не могу вам сказать. Электронная подпись, вы ставите галочку, и таким образом происходит электронный акцент договора, что вполне разрешено. Можно устроить настройку в Минске. Это, опять же, не суда. Передать сегодня нельзя. Мы это сделали специально запретив вторичный рынок, чтобы не происходила спекуляция акциями. Позже мы сделаем для этой инфраструктуры, но пока не могу сказать, когда. Коллеги, еще раз. Количество акций увеличено. Вы увидите, когда... То есть в личном кабинете это все будет показано. Вы сможете посчитать, вы сможете сравнить, вы сможете задать вопросы. Если какие-то найдете ошибки, то вы всегда можете по поводу них обратиться. То есть мы все открыты для наших инвесторов и со всеми готовы работать, и со всеми готовы решать любые вопросы. Адресные проекты – это конкретно перевозка угля из точки А в точку Б на расстоянии 30 километров от угольного разреза в электростанцию, условно говоря. Это и есть адресный проект. Успеют. Все успеют, и после этого люди... Ну, там уже будут покупать увеличенный проект. Так. Все увеличится. Скайверк Кэпитал, если он переступает, он акции холдинга. Акции наших акционеров обычные. Коллеги, еще раз обращаю внимание. У всех акционеров, как было обещано, обычные акции. Компания, в которую они входят, владеет привилегированными акциями. По поводу объединения, не знаю. Сейчас не скажу. Мне кажется, нет. Там не будет возможности объединять все сертификаты в один общий. Сертификат вы можете повесить на стенку и смотреть на него, как на достижение, победу, что вы участвовали. Будет новый сертификат, который можно будет заказать в личном кабинете. Ранее оговаривалось, что к GTI приходят заказчики, отдают 20-25% прибыли адресного проекта. Приходят заказчики к GTI и не просто приносят на блюдечки «возьмите 20-25%», а начинается долгий процесс переговоров, по которому создается такое понятие, как адресный проект. В котором решают, кто сколько финансирует и кто сколько отдает кому. Поэтому сейчас говорить, что это стандарт, нет. Не могу вам точно утверждать. Крупных инвесторов, когда можно привлекать, да, уже можно. Пора. Unisky возглавляет весь проект. У GTI и у холдинг отдельные нанятые директора, которые отвечают за правильность реестра, которые ведут их и отвечают, чтобы нигде не нарушался закон. Нет, номинальная стоимость в долларах. Судьба... Я, может быть, тихо отвечаю, как бы, мне просто вопросы по пятому разу, мне кажется, пошли. Одни и те же. Так, по краудфандинговой площадке не могу, пока вам ничего говорить, и ЕВРСВ это к тем, кто занимается ей. Так. Значит, смотрите, Александр, по поводу прибыльности объясняю. По обычным акциям можно назначить 0% прибыли. По привилегированным есть минимальная ставка. Поэтому не очень понятно по прибыльности, а не равнозначен, что вы здесь имеете в виду. За новые сертификаты... Нет, там электронные вы будете получать автоматически. По поводу нового сертификата на почту это обращайтесь к менеджерам компании, в кольд-центр вам объяснят. Здесь не могу сказать. Нет. Фонды SWIG, SV Capital и МРСВ все входят в RSV Investment Group. Нет. Фонд SWIG, что вы называете фондом SWIG, это есть RSV Investment Group. SW Capital это отдельно, МРСВ это отдельно. По поводу привилегированных акций... Да, Ольга, спасибо за вопрос. По поводу продажи привилегированных акций. Они будут продаваться только, вот как мы видим на этом слайде, крупным юридическим компаниям, которые объединяют акционеров. Так. Прошлый слайд. Вот этот, наверное, да? Нет, у нас средства держателем... Я не могу говорить настолько, я неглубоко погружен в тему коллег из Investment Group, поэтому я не могу сказать, как произойдет у них, ну, будет, не знаю, найм какого-то тоже средства держателя. Не знаю. Это по поводу нашего, я говорю, то, что у нас есть, информация о нем будет размещена, можно будет к нему напрямую обратиться. Если доллар рухнет, а если не рухнет? Потому что в Британско-Биргийских островах национальная валюта доллар. Коллеги, не обращайте внимания, в какой валюте. Понимаете, условно говоря, цемент, он стоит и в долларах, и в валюте. И в долларах, и в фунтах, и в юанях его покупают. Мы продаем технологию, она номинируется в универсальной, как бы, она, мне же эквивалентна, скажем так. Да, я сам акционер. Если купить акцию 20 апреля увеличится, да. Значит, послушайте еще раз, привилегированные акции у той компании, в которой вы акционеры, она в любом случае получает прибыль. В любом случае. Как только выходит, как только компания начинает получать прибыль. А внутри у себя вы решаете, как инвесторы сами, хотите вы получать прибыль, не хотите, голосуйте и получаете дивиденды. Нет, разделение происходит у вас обыкновенная акция, как говорилось изначально. 20 процентов, да, верно, вопрос хороший. 20 процентов фиксированного дивиденда делятся между всеми держателями привилегированных акций. То есть, между Rail Skyway Investment Group и между E-RSS Holding. Так, вроде поток вопросов схлынул. По поводу вашего белорусского правительства не знаю. Не могу комментировать по поводу уменьшения инвестиций при токе или нет. Я немного другим занимаюсь. По поводу привилегированных акций продажи нет. Мы говорим о том, что если организуется фонд или компания, которая готовила войти крупно в технологию, то мы уже можем говорить с ней о продаже акций в Global Transport Investments привилегированных. Все зависит от переговоров тут. Акции в долларах. Это по поводу прайс-листов, пакетов акций. Опять же, я не могу это комментировать, даже не знаю. Спрашивайте в колл-центре. Ну, да, Павел, извините, буду озвучивать сначала вопрос. Будет ли аккредитована компания в России? Значит, аккредитована. По поводу создания Global Transnet UK вы спросите в Royal Skyway Investment Group. Но я так понимаю, что это точка входа для зарубежных крупных инвесторов, видимо, из Британии. Не лучше ли был один фонд по привлечению средств? Коллеги, не ко мне вопрос. Это вопрос стратегического управления. для этого смотрите по поводу непонятной информации. Вот давайте мы раз и навсегда поймем, что либо мы участвуем в интернет-проекте каком-то, в котором засунул деньги, непонятным образом засунул деньги, высунул, взял, не взял, ничего не понял, что было. либо мы участвуем в инвестировании и как мы себя называем мы инвесторы. Если мы участвуем в инвестировании, то давайте вместе будем учиться, что такое инвестор, что такое инвестиции, что такое инвестировать. Это довольно сложно на первом этапе, но все-таки надо расти. Мы для этого и работаем все вместе. Фонд там, если не ошибаюсь, команда Хаврятова, они там без остановки по несколько раз в день рассказывают про инвестиции, почему бы не послушать их. Так, почему не... Ну, то есть, давайте по поводу Владимира Владимировича Путина, там, остальных вас поддерживающих. У них есть чем заниматься и сейчас не самое легкое время. Мы должны сами доказать сначала, что мы чего-то достойны. Акций будет больше. Да, по выводным сертификатам, которые уже есть, акций будет больше. Происходит из-за реструктуризации, из-за объединения, у вас остается их больше. Вы относитесь, если вы прошли через skyway rsvsystems.com, вы относитесь в холдинг. Если вы пришли через rsvinvestmentgroup, вы находитесь в rsvinvestmentgroup. Все просто. То есть, как бы тут... Если у меня миллион акций, то сколько примерно я смогу получить процентов в деньгах? Коллеги, опять же, давайте быть инвесторами, давайте не быть какими-то там непонятными людьми, непонятно занимающимися чем. Через три года вы получите столько процентов, сколько заработала компания по той схеме, по той формуле, которую я вам уже показывал. Можете пересмотреть потом в записи. По поводу где инвестировать лучше, коллеги, тут нет лучше, хуже. Все инвестиции уходят на развитие проекта, идут в зал струйные технологии, поэтому я так понимаю, там отличия в маркетинг-планах. Это вы сами смотрите, решайте, выбирайте. Нам для этого даны голова. Очень крупно у меня нам замутили очередной обман. понятно, ладно, это даже, думаю, комментировать не стоит. Номинал один доллар, если был раньше один фунт. Почему не выходим на венчурные площадки, у меня спрашивают. Давайте обговорим, какие венчурные площадки, выйдем, посмотрим, разберем, вопросов нет. Нам будут заменять сертификаты. Да, сертификаты будут заменять электронные версии. Акции больше, дивидендов тоже больше. Все верно. Можно и там, и там. Это никто не ограничивает. Максим, спасибо. Вопрос очень верный. Реструктуризация будет последней или, возможно, будет еще? Давайте мы понимаем, что, во-первых, мы развиваемся, как компания. Во-вторых, мир, сами видите, происходит, какие процессы. Что будет через 2-3-4 года, прогнозировать нельзя. Конечно, мы планируем развиваться дальше без последующих реструктуризаций. Но что будет происходить на самом деле, я сейчас не могу никакие дать вам обещания. Мы будем действовать по ситуации и отвечать вызовом времени. Да, Евгений, по поводу перевода акций с фунтов на доллар будет дополнительный коэффициент. Конечно, будем по кросс-курсу ориентироваться. Все верно. Так, что там дальше? Что-то все это... Все это неправильно. Дайте все ответы в письменном виде в кабинетах. Будут в письменном виде в кабинетах. Так. После реструктуризации номинал акций 1 доллар. Да. Привилегированные акции только у юридических лиц, у крупных, у компаний, которые выражают интересы больших количеств акционеров. Вы не можете купить привилегированные акции. Ими владеет ваша компания, где вы владеете своими акциями обыкновенными. В госинвестиции планируется привлечение когда выйдем на тот уровень, который будет понятен для госинвесторов. Спросил большое Юрий Ефсюков, меня поддержал. А то, мне кажется, меня уже начинает в глазах троиться, что ли, люди вопросы одни и те же задают. Так. Я тут уже начинаю теряться. Так. Какая разница между и РСС Ходинг и РСС Ходинг, и РСС Ходинг, и РСС Ходинг, и РСС Ходинг, это две точки входа в один и тот же проект. Различаются они маркетингом. Почему юристы не работают с сайтами с заказными негативными статьями? Работаем, скоро будет эффект. По поводу разделения на команды, давайте еще раз это к учредителям, компаниям. Так. Спасибо, что оценили. Правда, как бы, что это не просто бумажки, то есть не просто квадратики на презентации, на самом деле, за ним, за каждым стоит большая работа. Значит, BVI офшоры, где налоги, не платятся, поэтому нам не нужно платить нам не нужно там платить налоги за дивиденды или за прочее. Такое впечатление. Валентин, давайте вы не будете оскорблять тогда просто, и просто не надо участвовать. Если я вам тут рассказываю, как бы, информацию юридического характера, вы говорите, я ничего не понимаю. Ну, тогда, может быть, не стоит участвовать в том, что вы не понимаете. Есть гораздо более какие-то другие простые вещи. Так. Значит, Люба, по поводу наследника. Смотрите, у нас есть закон в Российской Федерации, если мы говорим о гражданах РФ, по которому наследование не происходит не по пункту договора, а по третьей части ГК РФ, Гражданского кодекса. Потому что наследники могут быть не один, наследников может быть много. и в договоры это предусмотреть нельзя. Ну, с другой стороны, просто от этого можно потом от других наследников поиметь проблем. Лично с лопатой участвовать в стройке. Ладно, хорошо, это понятно. Пока нам лично с лопатой не надо. Нам с брукзером желательно. Строителей будем нанимать. Ребят, давайте мы будем нанимать команды. А я понимаю, что индивидуально люди очень хотят поучаствовать. Нам нужно просто этот процесс сделать с минимальными затратами как можно быстрее. Нам нужно нанимать целые команды сработанных строителей и идти в этом плане. Так, вот мне очень нравится, когда я вижу, что все очень доступно и грамотно. Спасибо, что оценили. Я старался как мог. Так. Все, я прямотаю вниз. Мне кажется, уже все повторяется довольно. Спасибо большое за внимание. Значит, я еще раз хочу сказать, коллеги, вот это все наш большой проект и все его составные части. Мы должны понимать, что это все одно единое целое и вне зависимости от того, куда вы входите, вы входите в проект и получать вы потом будете все преференции от всего проекта. Схема может быть сложная поначалу, непонятная, будем объяснять дальше. Всегда можно будет обратиться к мне или через почту, через скайп, пообщаться. Я понимаю, что иногда можно просто разобрать недоверие. Вот что-то придумали, там они специально сочиняли компаний, что-то, видимо, хотят замутить. Да мы хотим просто сделать так, чтобы все устойчиво стояло. И вне зависимости от того, как будешь штормить весь мир, мы могли бы спокойно все это дело реализовывать. Значит, да, и по поводу, вот мне сегодня сказали очень грамотную фразу, там, скорость движения вперед, есть такое, да, как бы, подбирается, когда там животное, оно подбирается, кот какой-нибудь перед прыжком, а потом стремительно делает движение. Вот здесь то же самое, то, что мы сейчас и организуем там юридическую структуру перелопатили, да, мы делаем на полигоне всю подготовку, оформление от ключи бумажной документации, много переговоров. Это все подготовка для кого-то, чтобы потом выстрелить и уже двигаться очень быстро, потому что, когда будет начнется стройка, тоже, понимаете, стройка это не особо веселый процесс. Ездят бульдозеры, вкапывают сваи. Но это будет аргумент, я с вами согласен, это будет очень мощный аргумент. Так, все, всем спасибо. Всем спасибо. Еще раз Анатолий Дович передам. До свидания. Над связи. Ждите следующих вебинаров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok